Девушки отдыхают Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Бартинева. Здравствуйте! Сегодня вы увидите... Какие нововведения и изменения планируются в городе в ближайшем будущем? Об этом узнали армавирцы на очередном Дне общественности. О подробностях встречи расскажу я, Наталья Полякова. Сотрудники администрации и различных служб встретились с гражданами Украины. Среди главных тем – вопросы миграционного законодательства и трудоустройства. Подробнее об этом Дарья Топчева. В окрестностях Армавира задержали крупнейшую партию алкоголя – 11 тонн. Подробности у Анны Тулиновой. 20 августа в администрации прошел очередной день общественности. Глава города собрал маленьких мэров, чтобы рассказать о проделанной работе и поделиться планами на ближайшее время, а также узнать о проблемах армавирцев. О встрече подробнее расскажет Наталья Полякова. Плановая встреча главы Андрея Харченко с общественниками началась с информирования присутствующих о предстоящих нововведениях в городе. Так, в ноябре этого года в Армавире начнут работать территориальные операторы по капитальному ремонту многоквартирных домов, заявил градоначальник. Теперь, согласно краевому закону, собственники многоэтажек будут обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капремонт общего имущества. Способ формирования фонда жители выбирают самостоятельно. Уже в январе будущего года в зданиях, определенных по графику, станут выполняться работы. Отметим, что около 60% многоквартирных домов от общего количества нуждаются в капитальном ремонте. Так, необходимо еще раз на этом заострить внимание перед руководителями ТОС и квартальными, для того, чтобы мы с вами через управление ЖКХ, через вас как активистов в городе, эту работу разъяснительную проводили с населением. Далее Андрей Харченко рассказал еще об одном очень важном для города нововведении. По федеральному закону все государственные услуги переводятся на электронный вариант. К 1 сентября в многофункциональном центре вместо 40 начнут оказываться порядка 150 услуг. Будет открыто около 5 дополнительных окон. Это услуги, касающиеся налоговой и миграционной служб, пенсионного фонда. Также в МФЦ можно будет записаться к врачу, оплатить штрафы ГИБДД и многое другое. Кроме этого, у граждан есть возможность зарегистрироваться на портале госуслуг и пользоваться ими, не выходя из дома. Если ранее получали вы, как жители города, эти услуги не в полном объеме, не от всех федеральных и региональных и муниципальных услуг, то задача поставлена губернатору максимально в 1 сентября. Все услуги, которые по закону должны оказываться федеральными структурами, региональными структурами, краевыми, муниципальными структурами, должны оказываться через многофункциональные центры. Перед муниципалитетом стоит еще одна важная задача на ближайшие полтора года – это расширение Ефремовского моста. Проект очень глобальный, в крае подобные больше нигде не реализуются, отметил глава. Поведал он и о том, что проблемой Кировского тоннеля администрация тоже занимается. Над ней работают проектировщики и службы ЖКХ. Далее перешли к вопросам, непосредственно волновавшим граждан на прошлом дне общественности. Из 27 поручений не выполнено всего несколько. Они поставлены на контроль. Один из них – приведение в порядок некоторых теплотрасс города. Было обещано, что к 1 октября ситуация будет налажена. Тему подготовки к отопительному сезону продолжил представитель теплосетей. Он отметил, что основные работы уже выполнены. По подготовке к земле, нашим предприятиям были изданы приказы о создании комиссии по походу подготовки к земле. Сделаны планы, финансовые планы на 12 миллионов 720 тысяч. На сегодняшний день освоено 8 миллионов 110 тысяч. Глава отметил положительную динамику в работе армавирских теплосетей по сравнению с прошлыми годами. Сегодня тепловые сети города Армавира выполняют рекомендации, соответственно, выполняют определенные задачи, определенные работы, связанные с тем, чтобы сократить расходы и сократить затраты по выработке тепловой. Соответственно, мы с вами в последующем должны получить определенный финансовый эффект. Особое внимание на дни общественности уделили пожароопасной ситуации в нашем городе. В связи с состоявшей жарой ежедневно происходило до трех-пяти возгораний. В основном случались они на территориях с сухой растительностью. Страдает от огня и жилой сектор. Причиной пожара здесь чаще всего является человеческая халатность. Во всех случаях пожарные службы отработали слаженно, однако и жителям не стоит забывать о своей безопасности. Одной из тем встречи стали общегородские субботники. Пройдут они 5 и 19 сентября в преддверии Дня города. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В одном из выпусков программы мы рассказывали о судьбе молочной кухни в Армавире. Молодые мамы встревожены тем, что это учреждение собираются закрыть. Но, как оказалось, ситуация не критична. В нашем городе, как и во всей стране, осуществляется переход на новые стандарты обеспечения малышей здоровым и качественным питанием. Все подробности далее. Молочная кухня в Армавире появилась в 80-х годах прошлого века. Эти учреждения были призваны восполнить дефицит детского питания, который существовал в те годы в нашей стране. Очень много деток у нас выросли на продукции молочной кухни. Но согласитесь, что в тот момент не было такой активной промышленности, развитой молочной промышленности, которая обеспечивала бы такие продукты для детей раннего возраста жизни. Речь в данном случае идет не об основном питании для малышей. Молочные кухни были сориентированы на производство так называемого прикорма. Все, что на сегодняшний момент есть в молочной кухне, это творог и биолакт, он применяется в виде коррекции. То есть мы начинаем где-то творожок около 5-6 месяцев только водить, начиная с 10 грамм и так далее, которые в общем-то в небольших дозах. Времена тотального дефицита ушли в прошлое. Сегодня в розничной торговле широкий выбор как основного детского питания, так и различных добавок. И молодые родители все чаще делают выбор в пользу магазина, а не молочной кухни. В Армавире, например, сегодня насчитывается более 2,5 тысяч кормящих мам. И только более 400 человек получают бесплатное питание в молочной кухне. Еще около 500 молодых мам покупают там питание за деньги, остальные пользуются магазинами. Я как педиатр просто говорю, что на сегодняшний момент действительно очень много тех промышленных прикормов, докормов, которых не было раньше 10 лет тому назад. Согласно рекомендации Министерства здравоохранения, выдача продуктов из произведенных в молочной кухне в настоящий момент нецелесообразна, так как существует целый ряд молочных, кисломолочных продуктов, творожков, биотворок, которые производятся в промышленном производстве. Ну понятно, что то, что сделано в фабричных условиях, это гораздо безопаснее и лучше. Да, безопаснее и лучше. Просто мы всегда привыкаем к тому, что очень долго было, и уходим от этого очень долго. Но на сегодняшний момент, конечно же, уже очень по Краснодарскому краю осталась одна наша молочная кухня. 10 лет назад их было очень много практически в каждом районе, в каждом городе. И в связи с тем, что есть другое питание, работают другие программы, практически они себя немножко изжили. Таким образом, на государственном уровне осуществляется переход на новые стандарты обеспечения малышей качественным питанием. Приоритет отдан продукции промышленного производства. Бюджетные средства теперь направляются именно на эти программы. А последние изменения в законодательстве больше не позволяют содержать молочные кухни за счет муниципальной казны. Поэтому и пришлось принять решение о закрытии этого учреждения в Армавире. При планировании бюджета на следующий год армавирские депутаты эти изменения учли. Неоднократно это рассматривалось на Думе, на социальной комиссии рассматривалось. И, в общем-то, все депутаты пришли к мнению, что год закончить, и 15-й год уже будем работать с другими программами и в другом русле. У нас в крае существуют две программы, согласно которой обеспечиваются дети до 3 лет бесплатным питанием. Кроме того, вышел закон Краснодарского края, где дети, рожденные не ранее 1 августа 2014 года, также ежемесячно будут получать в возрасте от 0 до 6 месяцев специальные смеси, специальный прикорм. Это будет касаться только тех семей, которые относятся к категории малоимущих, то есть доходы нижней величины прожиточного минимума. Молочная кухня в Армавире будет работать до 1 декабря нынешнего года, причем перебоев с поставками молока больше не ожидается. А в 2015 году начнут действовать уже другие программы и схемы обеспечения малышей качественным питанием, разработанная не с учетом общедоступного ассортимента, который предлагают сегодня розничные торговые сети. Вопросы миграционного законодательства, трудоустройства, меры поддержки и многое другое обсудили с гражданами Украины сотрудники администрации различных служб Армавира. Информационная беседа прошла 20 августа в конференц-зале городской мэрии. Продолжит тему Дарья Топчева. Очередная встреча с гражданами Украины прошла в городской мэрии. Одна из главных тем беседы – вопрос миграционного законодательства. Известно, что на сегодняшний день в госслужбу обратилось 730 вынужденных переселенцев. В основном интересуют вопросы получения различных статусов в городе Армавира, разрешения на работу, патентов, временного убежища, а также разрешения на временное проживание. Всех украинских граждан, прибывших в Армавир, можно разделить на две категории. Тех, кто приехал в Россию временно, и тех, кто желает остаться в стране. Последних, как показывают многочисленные обращения, миграционную службу больше. А вот что объединяет обе категории, так это желание трудоустроиться. Армавирский центр занятости населения готов предоставить такую возможность беженцам. На данный момент в службу обратилось 150 человек. Каждый третий из них уже получил работу. Однако по-прежнему остается проблема отсутствия необходимых документов для трудоустройства по специальности. Украинским медикам в этом плане, можно сказать, повезло. Благодаря изменениям в законодательстве, работу в российских городах специалистам из соседней страны будет получить проще. Для получения права на занятия медицинской и фармацевтической деятельности теперь не надо ехать в Москву. В каждом субъекте определенные учебные заведения. В Краснодарском крае, в городе Краснодаре, необходимо сдать специальный экзамен. В случае успешной сдачи территориальными органами Росздравнодзора выдается сертификат специалиста, после чего возможно трудоустройство. Найти работу гражданам Украины можно было здесь же, в мэрии. В холле администрации расположилась ярмарка вакансий. Получить работу надеется и приехавший из Донецкой области несколько дней назад Андрей Щума. У себя на родине мужчина работал на металлургическом заводе машинистом тепловоза. Устроиться по специальности в Армавире навряд ли удастся, пока среди приглянувшихся ему вакансий – разнорабочие на кондитерской фабрике. Сейчас в данный момент я не думаю, что у меня есть возможность выбирать между этим, потому что у нас в этой ситуации сейчас очень серьезно. В том, что город просто-напросто потихоньку вымирает, завод становится, попросту работы нет. Я надеюсь, что ваше бюро «Центр занятости» нам поможет. Не хочется сказать, для меня это слово «беженцы» – это обидное слово, но я как прошу у людей о помощи. Неплохой вариант трудоустройства беженцам предлагают работодатели из других регионов. Более тысячи вакансий и к тому же предоставление жильям. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Армавирцы смогут получить паспорт через МФЦ. По распоряжению губернатора региона Александра Ткачева многофункциональные центры края начнут оказывать услуги по линии миграционной службы. Сделано это будет для удобства жителей и уменьшения очередей в подразделениях УФМС. Нагрузка на них серьезно выросла в связи с массовым прибытием граждан из Украины. Это позволит с одной стороны оптимизировать работу отделения миграционной службы, с другой – повысить качество обслуживания жителей края. Армавирский многофункциональный центр сотрудничает с УФМС уже год. Услуга, которую МФЦ предоставляет горожанам, называется «Замена паспорта гражданина Российской Федерации». Сейчас добавляется услуга первоначальная выдача паспорта, то есть в 14 лет. И с 1 сентября добавится услуга постановка на регистрационный учет и снятие с регистрационного учета. Успешно прошли мы обучение, прошли тестирование. Жители дома номер 110 по улице Коммунистической в Армавире не могут поделить въезд во двор. Одна из сторон обратилась к нам в редакцию, чтобы мы помогли разрешить проблему. Анна Тулинова расскажет. Людмила Уткина недовольна тем, что ее сосед ведет строительство гаража в их общем дворе. Она говорит, что строительный мусор на прилегающей к дому территории мешает свободному проезду инвалидной коляске ее сына. Людмила считает, что действия ее соседа незаконны. Они взяли опять, расширили и сделали по-своему. Я их прошу, не делайте, будет скандал. Вы без моего разрешения. Они нам говорят, вот вы на кухню построили, вы уберете кухню, мы уберем гараж. Но у нас кухня идет по нашей, мы даже сантиметра ни день не отошли. У семьи Людмилы есть еще один вход, с другой стороны двора. Но она говорит, что он неудобный. Там очень сложно вывозить инвалидную коляску. Ну вот эта вся вода из дому, вся у нас во дворе. Вот два года мы как живем, в декабре, вот эта труба как висела, так и висит. Они даже не смотрят, куда идет, чего идет вода. Мы мучаемся, у нас в сарае вся вода. Я им сказала, сделайте в них оттуда этот слив, прямо в нас в сарай. У нас вот эти дожди были весной, подвал завалился. А вот сосед Людмилы Александр говорит, что въезда с улицы Коммунистической раньше вообще не было. А на протяжении всей длины двора была саманная постройка, которую он просто укоротил на 6 метров, расширив пространство. Здесь у нас вот стояла колонка, въезда не было. Я сделал ворота, чтобы был этот самый въезд. Это временно. Вот колонку я ставлю, сделаю так, чтобы так же не было этих въезда, чтобы мы ходили, тут сын, у нас маленький ребенок, бегает вот у сына. И все. Так что гараж, он наоборот, здесь место у меня я сократил, чтобы было раньше постройка. Не все. Соседи этого не знают. Вот они, им что-то тут мешает, я не знаю что. На самом деле они вот делают это, чтобы пустить квартирантов. А квартиранты здесь им ест мешает, чтобы квартиранты еще сюда машину загоняли. По словам же Людмилы Уткиной, квартирантов в ее домовладении нет. А тем временем ссора между соседями привела к тому, что заявление об их конфликте направлено в суд Александром Невелихиным. И кто из них прав в данной ситуации, а кто нет, теперь будут определять компетентные органы. Анна Туринова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Более трех тысяч ДТП произошло в Армавире с начала года. В них погибло 20 человек, 14 получили ранения. 20 августа в городе прошла акция под названием «Не нарушая правила». Направлена она на предупреждение и профилактику аварий на дорогах. Подробности у Дарьи Топчевой. Пересечение улиц Комсомольской Карла Либнихта стало одним из мест проведения в городе акции «Не нарушай правила». В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции останавливали на дороге водителей, проводили с ними профилактические беседы и раздавали листовки. «Нарушение правил дорожного движения мешает всем, в частности, жизни человеческой. Но дорога умирает, погибает людей намного больше, чем воина». Разговор правоохранителей и автовладельцев был недолгим, но содержательным. Да и наглядно показанные на листовке последствия нарушения правил дорожного движения совсем не лишние. Ведь именно за беспечность водителей порой приходится заплатить жизнью или здоровьем, как самим автовладельцам, так и их пассажирам. Так, в 14-ти произошедших в Армавире в августе аварий, 2 человека погибло, 14 получили ранения. Сотрудники госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о том, что необходимо неупостительно соблюдать правила дорожного движения, правильно выбирать скоростной режим, а также дистанцию. Хотелось бы обратить внимание на то, что начинается новый учебный год, на дорогах появляется большое количество школьников и студентов, которые действительно будут предельно внимательны. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. На стационарном посту «Успенский», который расположен на границе Краснодарского и Ставропольского краев, сотрудники Армавирской роты ДПС задержали крупную партию суррогатной алкогольной продукции. Во время ночного дежурства сотрудники РДПС совместно с командиром Александром Гайворонским остановили автомобиль марки «Мерседес Бенц» с полуприцепом. В ходе досмотра полицейские выявили 11 250 литров алкогольной продукции. Это 27 тысяч бутылок. Документы на перевозимый груз у водителя отсутствовали. Акцизная марка сбора вызвала сомнения у сотрудников. При ближайшем рассмотрении правоохранители обнаружили, что акцизные марки на бутылке были наклеены кустарным способом. За рулем автомобиля находился житель Ставропольского края 1990 года рождения. Машина вместе с содержимым была задержана и направлена в отдел МВД по Новокубанскому району. Анна Туринова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Далее новости короткой строкой. Лагерь для активной молодежи Армавира открылся 20 августа в хуторе Первомайский. Первая смена собрала лидеров подростковых трудовых отрядов. Лагерь в Патриоту Кубани проводится уже несколько лет. В этом году организаторы также постарались сделать программу, насыщенную культурными, спортивными и интеллектуальными мероприятиями. Известно, что на встречу с активными школьниками и студентами приедут интересные армавирцы из различных сфер жизни города. Работа лагеря рассчитана на три смены. Планируется, что во время их проведения отдохнут 150 человек. Еще один подарок армавирцам. Два футбольных поля совсем скоро покроются искусственной травой. Работы уже начались, планируется их завершение к концу августа. Располагаются футбольные манежи в микрорайоне Кирпичный, а также между стадионом юности и Ледовым дворцом. Одно полотно площадью 800 квадратных метров реконструируется за счет средств спонсоров и будет подарено ко дню города. Заниматься на нем посчастливится воспитанником Центра спортивной подготовки «Лидер». Второе поле значительно объемнее – 3200 квадратных метров. И средств на него пошло значительно больше. Финансирование поступает из трех источников – муниципального бюджета, около трех миллионов, часть из федерального и спонсорская помощь. Этот манеж закреплен за спортивной школой по футболу. Отмечу, оба поля покрываются искусственной травой, что способствует проведению качественных тренировок. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. В студии была Марина Бартенева. До свидания и до новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущей – магазин женской одежды «Лара». Улица Азовская, 4 и Тургенева, 140. Торговый центр «Оскар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова